В эфире Город Эсс, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Многие люди говорят, что мы живем для того, чтобы помогать другим. Оказывая помощь, мы выполняем свое предназначение. Нельзя сказать, насколько это верно, но можно хорошо знать то чувство, которое мы испытываем, когда помогаем кому-то, и особенно, когда видим результат. Что-то происходит, мы получаем удовлетворение, испытываем прилив энергии. Я не знаю, является ли это доказательством того, что помощь другим — это наша судьба, но знаю, что существует достаточно причин для того, чтобы постараться помочь кому-то, когда у нас есть такая возможность. О благотворительности мы поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в студии Арсений Шепс, руководитель благотворительного фонда спасения. Здравствуйте. Здравствуйте. Арсений, народная мудрость веками сформулирована по поводу того, что есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Я так понимаю, что у вас как раз наступил период собирать камни. Вы достаточно еще молодой человек и, ну, несколько непривычно вот ассоциировать с таким делом жизни, как благотворительность. Что случилось, что явилось предпосылкой для того, чтобы организовать благотворительный фонд? Ну, здесь не секрет, просто я работал ради шеф-повара, да, то есть заведение. И в один прекрасный момент меня как бы позвали, ну, поучаствовать с волонтером в одном мероприятии бесплатно. Вот, ну, как бы согласился, сготовили определенную, ну, покушать для малоимущих семей, да, это провести мероприятие, праздник небольшой детский. Вот, ну, и потом как-то просто с друзьями сидели, общались, чай пили, ну, как бы не придумали, а решили заняться благотворительностью. То есть, почему бы нет, попробовать создать свой фонд. Организовали в 2012 году, ну, и до сих пор существуем, помогаем. То есть, это была какая-то коллективная идея, сразу же сложился коллектив, видимо, учеников? Ребята, пять человек у нас, друзья мои хорошие, учредили фонд, зарегистрировали, потихонечку сначала на свои средства что-то там пытались, да, сделать, там, какие-то, ну, все равно приобретения нужны были. Вот, потихонечку потом начали находить инвесторов. Арсений, а вот три года, срок и большой, и маленький, смотря с какой стороны судить, да, все остались, никто не потерял за это время интерес? Потерять никто ничего не потерял, приобрели еще больше, подключились новые люди, новые команды, у нас более 40, около 40 человек сейчас в штате находятся. Те, кто принимают участие, это волонтеры, ну, я имею в виду общие штаты, то есть, это волонтеры, попечительский совет, председатель, директора разных филиалов. Вот, новые приходят люди, а уйти еще ни один не ушел. А скажите, пожалуйста, если вернуться в прошлое, какие жизненные предпосылки были для того, чтобы вы сейчас этим занялись? Ну, имеется в виду, вот в какой семье вы росли, насколько тяжело родителям было, может быть, вас воспитывать, дать образование? Ну, у нас в семье пять детей, семья многодетная, с детства, как бы, да, было тяжело родителям, потому что, сами понимаете, у нас социальные работники, это медицина, например, получает немного дохода, да, мама у меня медик, вот, то есть, ну, как медик, медицину, связанную с медициной. Ну, конечно, тяжело было, и всякого рода подработки в детстве были, и убирали, там, там, дворы подметали, ходили тоже, когда было, там, 14-15 лет. Вот, поэтому, ну, все равно что-то осталось, а по благотворительности, почему? Тогда еще даже не было вопроса, не возникало, там, буду я этим заниматься, нет, это просто как-то пришло, вот, само собой. Ну, поскольку все мы родом из детства, вот, если там покопаться в каких-то воспоминаниях, то, наверное, все равно какой-то фундамент, кирпичики того, что происходит сегодня, там должны быть. Вот у вас было четверо братьев-сестер, да, и братья и сестры есть. Да, старый старший. А вот в детстве было желание о ком-то заботиться, в частности? Вы старший? Ну, я, получается, в среднем. В среднем. Ну, то есть, младший все равно есть, да? Вот было желание заботиться, может быть, о младших, там, помогать старшим, как-то вот это вот. Нет, не было такого желания. Серьезно? Серьезно. Каждый как-то помогал себе сами. То есть, тогда еще нет, вы ни таким тимуровцам, ни проявлений не было? Помочь пойти, там, ветеранам, старушкам, дедушкам, бабушкам? Нет, я больше площадку любил, баскетбол, поиграть, побегать. Почему именно спасение? Почему вы решили такой смысл вложить в это название? Ну, человек, когда обращается в фонд, он ищет, что в первую очередь, помощь. Помощь, спасение и так далее. То есть, чтобы человек просто, ну, в виде нас, он понимал, что он может быть те самые единственные, которые ему помогут. Сделают ему то, что необходимо, то есть, по помощи в лечении, в реабилитации, в переезде даже иногда просто обращаются, говорят, помогите нам, пожалуйста, нас вроде бесплатно лечат, но нет денег доехать. Вот, то есть, покупаем билеты, высылаем их. Какие проекты все-таки удалось реализовать за эти годы? И на какие категории людей нацелена ваша помощь? Вы сразу определили для себя, кому вы будете помогать? Первоначально рассматривали помощь только детям, да, до 18 лет. Ну, со временем, как получилось так, что есть те дети, которые начинаешь помогать, они, как бы, несовершеннолетие еще, да, у них. Вот, а потом переходит порог тут 18-летие, но все равно помощь нужна и до сих пор, как бы, если у нас, ну, два ребенка, которые уже перешли порог в 18-летие, но все равно, как бы, какие-то вон до них отказались. Да, сказать, что извините, мы вам больше не можем помочь и так далее, как-то у нас, мы не можем так вот. Мы до сих пор, ему там уже 19 лет, а лекарство ему нужно до конца жизни, то есть, по его болезни до конца жизни. Ну, продолжаем, скидываем все фондами, которые еще, как бы, в силах, то есть, не отказываются на препарат, дорогостоящий препарат, почти что 190 тысяч стоит одна упаковка. Ему нужно до конца жизни, например, употреблять по одной упаковке в месяц, вот по 200 тысяч. Где такие деньги, например, у пенсионеров, родителей, да, там, ну, и у ребенка, где вот он их возьмет? Вы можете привести примеры каких-то, какой-то конкретной помощи, вот, не знаю, кому, семьям, вот детям, мы сказали, может, животным помогать? Нет, у нас более подробную информацию можно посмотреть на сайте, да, когда люди интересуются, спрашивают те, кто помогли, да, уже сделали перевод какой-то там, или помогли, ну, вещами, да, вот очень часто приходят и дарят игрушки, например, говорят, вот, передайте, пожалуйста, там, ребенка, пускай быстрее выздоравливают. То есть, мы обязательно доводим это все по назначению, по адресу, то есть, кому передают ребенку, вот. А так, конечно, есть у нас и письма благодарственные от родителей, также можно на сайте их посмотреть, кому уже помогли, кому сделали адресную помощь, финансовую помощь, то есть, помощь, ну, помощь бывает разного характера. То есть, начиная от того, что многодетная семья обращается и говорит, извините, вот у нас ребенок не может посмотреть мультфильм, нам нужен телевизор, если вы можете нам помочь, да, то есть, вроде у нас даже такого нету, что там приобрести какому-то телевизор. Ну, просто берем, был случай такой, то есть, приобрели телевизор, ребенка привезли, там, счастлив был, все, спасибо, спасибо. Вот, то есть, это вот такого формата помощи есть. А так, в основном-то, большая часть, конечно, обращается за помощью медицинского характера, то есть, это лечение, реабилитация, потом препараты медицинского разного характера. Стараемся помочь каждому, то есть, не отказать по возможности. Арсений, помочь каждому может, наверное, только Господь Бог. И вы говорите, что обращаются с разными вообще вопросами, с разными проблемами к вам люди. Ну, когда нет возможности помочь всем, как вы определяете приоритеты? Вот, кому вы будете помогать, кому вы можете помочь, точнее, а кому нет? Мы стараемся связь поддерживать с различными благотворительными организациями. То есть, мы пытаемся, если мы видим, что мы не осилим эту сумму, да, к данному сроку, вот, мы по возможности пытаемся найти те организации, которые, возможно, хотя бы частично, как-то, либо полностью смогут помочь в решении этой проблемы. То есть, мы находим фонды такие же, да, которые задаем просто вопрос, вот такой-то ребенок, да, вот такая-то сумма нужна, чем вы можете помочь? Бывало такое, что кто-то полностью весь говорит, хорошо, мы полностью всю сумму ему, то есть, проплатим лечение, весь курс там и так далее, все сделаем. Все хорошо, спасибо. Вот нам недавно совсем, наш фонд вступил в торгово-промышленную палату, да, вот, что дало нам возможность заниматься коммерческой деятельностью, как фонду, как организации. То есть, зарабатывать деньги. Да, зарабатывать деньги, если эти деньги идут на благотворительные цели. На благотворительные цели, конечно же. Вот. Мы выпустили нашу питьевую воду, называется спасение. Смысл здесь такой, что, покупая воду, вы, ну, можно сказать, то же самое пожертвование делаете, все деньги идут на благотворительные цели, то есть, реализацию благотворительных проектов. Вот. Так, что еще там? Арсений, а как люди должны быть уверены в том, что эти деньги действительно пойдут на благотворительность? На самом деле, это очень просто. Вот. Не нужно никуда ничего перечислять, идти, там, нести. Купил воду, и вот ты уже пожертвовал на благотворительность. Но я думаю, у некоторых же есть сомнения, а так ли это, туда ли пойдут деньги? Ну, отчеты можно посмотреть на сайте, да. Ну, все средства, которые вот с покупки воды, они идут на счет фонда. Вот. Затем, как бы, с счета фонда средства уже распределяются на этого ребенка, на этого ребенка, на этот, там, благотворительный проект, на этот и так далее. То есть, все отчеты... То есть, финансовые отчеты абсолютно открыты? Конечно, конечно, это все прозрачно. Отчеты сдаются в Минюст. То есть, Минюст контролирует счета фонда, смотрит, на какие цели пошли эти средства. Тем более, что до 15 апреля, по-моему, должны были все фонды отчитаться перед Минюстом, и все хорошо, да? Фактически, конечно, задаешь отчеты, Минюст выкладывает их на своем сайте, все отчеты. Любой человек может зайти на сайт Минюст и посмотреть наши отчеты, которые мы периодически сдаем. Скажите, пожалуйста, не было ситуации, все-таки люди, все мы разные, не было ситуации, когда кто-то просто пытался воспользоваться помощью, не нуждаясь в ней реально? У нас был тоже такой случай, то есть, обратилась мама, мы помогали, чем могли, то есть, делали переводы на протяжении, наверное, полгода. Пока к нам не обратилась одна женщина, она сказала, вы знаете, ребенку этому давно уже помогли, вот, и средства, потом мы выяснили, что просто они как бы собирались, собирались, мы переводы делали. Ну, естественно, нам сказали, что там на том конце провода, да, даже что такого не может быть, но мы же, люди обращаются в разных городов, пишут, присылают нам информацию, да? Мы стараемся по максимуму, если это есть больница или клиника, то есть, связаться с клиникой, узнать, прежде чем начать помощь, узнать, действительно ли есть такой ребенок вот у них, то есть, что они занимаются его лечением. Если он там, они мы выставили счет и говорят нам, вот такая сумма необходима для лечения, то есть, мы проверяем, действительно ли это сумма такая, действительно ли она выставлена, ну, по максимуму. Вот, и потом уже принимаем решение. Но есть случаи, когда не может, нету клиники, например, да, и просто говорят, нам нужно вот такие-таки препараты. Вот есть у нас рецепт, вот нам нужно вот такой-такой-то, ну, видишь, вроде есть, смотришь исправки, диагноз у ребенка, все, стараешься как-то все-таки на таких вещах, ну, грех наживаться, поэтому веришь людям. Ну, вот случай у нас такой один был, как бы мы проверили, ну, не подтвердилось, конечно, на 100%, но задумались в следующий раз поаккуратнее просто быть и все, и проверять немножко лучше. Арсений, как вам кажется, для чего человек занимается благотворительностью? Это потребность, это искупление, это уже мысли какие-то о душе, что это? Для кого-то это потребность, для кого-то это искупление души, каждый по-разному относится к благотворительности. Некоторые считают, что это не, ну, просто вот для души приятно, вот он сделал приятное, да, человеку, помог ему чем-то, там, рублем, не знаю, там, вещью какой-то и еще чем-то. Ему приятно, и... А есть кто-то, кто считает нужным, что вот я нагрешил, там, или что-то, да, вот я сейчас помогу, я грехи свои замолю. Опять-таки, ну, каждый думает по-разному. Для кого-то это... А в любом случае результат – это благотворительность. Конечно, конечно. И, я думаю, не наше дело и право судить, да, благотворительности истинные и ложные, но, тем не менее, ваше мнение, когда нужно говорить о том, что ты занимаешься благотворительностью, ты вот сделал вот это, вот это, помог тому-то, тому-то, а когда нужно умолчать об этом? Да, благотворительность, вот я что считаю, что такое благотворительность, это не показушничество, которое нужно выкладывать наружу, сказать, что вот смотри, я взял, сегодня помогут. Некоторые даже анонимно переводят средства и не хотят, чтобы их где-то видели, там, не то, что где-то видели, а просто, ну, анонимно, не афишируя это на публику. А некоторые, наоборот, пытаются сделать из этого пиар. Я считаю, что в любом случае, если ты помогаешь, то это должно быть от души эти изнутри, вот, поэтому мнение у каждого свое на это что-то. Когда люди обращаются в фонд, они, естественно, желают получить помощь, и при этом у них часто возникает вопрос, а откуда, собственно, фонды берут средства? Ну, вот вы сказали, что вот сейчас появилась, во-первых, возможность и зарабатывать средства на благотворительность, ну, а до этого и вообще, вот, какая система, откуда фонд наполняется средствами? Ну, источников много, на самом деле. Это начиная от копилок, которые можно поставить, да, там, они собирают какие-то финансовые средства, организации, которые помогают, ну, финансируют, там, на благотворительность выделяют средства, акции проводимые, то есть это может быть все, что угодно. Акции, ну, разного характера, факты, что благотворительные, частные пожертвования, СМС-сообщения с отправки, отправить на короткий номер, потом, что еще? Какая акция, по-вашему, наиболее эффективна? Вот что дает больший сбор средств? Ну, смотря какого характера акции, есть, вот, даже вот СМС-ку отправляешь, тоже может нормально быть, вот, возьмет весь город разом, СМС-ку отправит. Так было? Ну, хоть один раз? Нет, такого не было, что прям сразу там крупные суммы. В основном потихонечку, потихонечку, просто накапливается акции, ну, вот, я скажу вам, какой формат это. Ну, вот, например, у нас акция проходила, то есть были афиши о том, что вот такой-то, такой-то дня будет спектакль детский, столько-то стоит билет, все деньги идут на благотворительность, там, на лечение такого-то ребенка. То есть очень много народу пришло с детьми, посмотрели этот спектакль, плюс еще в копилку положили денег, там, еще были какие-то шарики, которые продавались тоже, да, ну, деньги на благотворительность идут. Все это потом средства посчитались, мероприятие было зафиксировано, ну, на сайте все выложено, вот, деньги были пересчитаны и переведены по назначению. Кто ваши надежные партнеры здесь, в городе? А, партнеры, ну, мы считаем, что те партнеры, даже где мы поставили просто копилку, тоже партнеры. Это уже люди откликаются. Да, ну, некоторые рестораны, я сейчас вот не буду их перечислять, как бы, да, они есть. Вот, потом заправочные станции. А вот вы сказали, что вы сами начинали волонтером. Используете ли вы в своем фонде волонтерское движение «Помощь волонтерскую»? Очень много у нас ребят, которые сами приходят и говорят, чем мы можем помочь. Чем мы можем помочь, то есть запис, анкетку заполняет, что может сделать, какие, то есть, ну, где работает, да, то есть мы сразу смотрим, чем вот он может помочь, как волонтер в профиле, вот, ну, непосредственно по профессии. Пришел там один повар, да, например, хороший повар, говорит, хочу быть волонтером. Раз, в панкете я посмотрел, повар. Я, значит, ну, созваниваюсь с ним и предлагаю ему такой вариант, сделать мастер-класс для детского дома. То есть приходят, собираются дети, например, он говорит, так, сегодня вот девочкам обучаем варить щи, мальчикам обучаем варить плов. Вот это очень важно на самом деле. Да, и им интересно, они смотрят все, запоминают, принимают участие. Кто-то режет лук, кто-то там промывает рис, ну, все вместе делают. Вот, вот, сразу вот акцию провели, да, вот, он помог, сделал это. Ну, и, а так в основном, то есть... То есть у вас есть такая некая база волонтерская, и когда вам требуется помощь? Да, мы смотрим, кто что может сделать. Некоторые пишут, например, я вот по профессии тот-то, но могу помочь тем-то, тем-то, провести то-то, то-то. То есть мы тоже это все, ну, себе для пометочку ставим, и когда подобные мероприятия у нас проводятся, мы связываемся с человеком, приглашаем. Угу. Арсений, какие планы вашего фонда на ближайший год? Что в перспективе, какие полезные и важные дела? Ну, как вот на год вперед-то мы не загадываем, бывает такое, что на месяц, на два. Ну, вот, есть у нас одно дело интересное, которое мы хотим сделать летом, если все будет хорошо, а мы надеемся, что все будет хорошо. Мы хотим сварить пять тысяч литров ухи на площади Куйбышева. Просто я сам по себе еще в гильдии шеф-повороса стою, вот, и как бы мы совместно... Руки просят топора. Руки просят топора. Да, это как бы у меня уже как хобби, как любимое дело. Мы хотим сварить уху пять тысяч литров и накормить 30 тысяч человек города, Самары. Просто кто придет и захочет. Да, кто придет, да. Уха будет бесплатно разливаться, будут продаваться тарелочки. Ну, там, ну, как-то не продаваться, а будет стоять скопилка, сколько посчитал нужным, там, 10 копеек, рубль, там, 100 рублей. Положил, себе дают эту тарелочку, ты дальше, ну, наливают уху, кушаешь. Вот, это будет хорошее мероприятие с артистами. Вот, Казан у нас почти что три метра в высоту будет. Сирот еще возьмите, пусть все с вами вместе варят эту уху. Вот, и все средства потом собранные, они будут направлены на благотворительные цели. То есть, реализацию благотворительных проектов. Ну, то есть, несмотря на происходящее в стране, там, различные катаклизмы, кризисы и так далее, вы не планируете сворачивать свою деятельность и будете продолжать? Нет, продолжать будем, помогали, помогаем, будем помогать. Спасибо, Арсений, удачи в вашей работе. Это был город Эс, и у нас в гостях сегодня был руководитель благотворительного фонда спасения Арсений Шепс. Увидимся в городе Эс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин